давненько мы чего-нибудь не расстреливали традиционная рубрика вы прислали мы расстреляли и сегодня у нас присланы вот такие вот защитные поликарбонатные очки для расстрела очки предоставлен интернет-магазином гром и сегодня мы с удовольствием расстреляем для того чтобы показать насколько такой необходимый защит в экипировке должен быть у каждого стрелка также человека который посещает какие-то стрелковые мероприятия посещает тир стрельбище стрелковые матчи и прочее как мы наверное все знаем из школьного курса физиологии и анатомии человека о том что у нас зрение является одним из самых доминирующих органов восприятия внешнего мира и научно доказано что при помощи органов зрения глаз человек воспринимает около 80 80 процентов 85 процентов информации об окружающем мире и недаром орган зрения глаз является дублирующим органом то есть при выходе из строя одного вы становитесь кутузовым но тем не менее сохраняется способность чего-нибудь видеть хотя уже не со стереоэффектом но тем не менее глазки нужно беречь и на стрелковых мероприятиях таким вот защитным средством экипировки являются стрелковые баллистические защитные спортивные очки как их называют всех этих очков которых существует естественно великое множество есть один общий признак очки выполнены по определенным технологиям и протоколам которые способны выдерживать довольно-таки значительную кинетическую энергию посторонних предметов которые стремятся попасть там прямо в глаз очки при этом должны выдерживать эти самые вещи наиболее распространенным из всех материалов подобных является поликарбонат является стандартом де-факто материалом из которого изготавливают подавляющее большинство баллистических стрелковых защитных очков и в данном случае у нас здесь вот такие вот очки простой полиэтиленовый пакетик и инструкция по эксплуатации на нескольких языках в том числе на русском если мы посмотрим на очки поближе то увидим что они изготовлены соблюдением и о чем говорят соответствующие маркировки нанесенные на дужки и стекла этих самых очков так у нас очки установлены на рубеже будет служить у нас мишенькой сейчас мы выстрелим в эти очки из дробового ружья с определенной дистанции понятно что нагрузки которая создает дробовой снаряд к этим очкам будет чрезмерным но дело в том что именно таковые нагрузки очень хорошо и показательно тестируют подобные очки почему потому что когда вы используете их для защиты глаз вам же интересно то чтобы степень защиты этих очков была какая-то чрезмерная понятно что если вам лицо не дай бог конечно из дробовика то последнее чем вы будете думать это состояние глаз это все понятно но тем не менее забирает защита таких очков за преградная защита она должна быть чрезмерной она должна обеспечивать вам максимальную защиту на которую только возможны подобные устройства первая стрелковая позиция это 30 метров патрон дробь номер 5 дробовой снаряд массы 28 грамм очкам нашим несказанно повезло ни одна дробина в них не попала вот-вот есть попадание дроби на палочки вот здесь на очках ни одного попадания нет продолжаем стрелять до наступления результата тот же патрон результаты стрельб дистанции 20 метров вот здесь одно попадание сквозного проникновения нету и вот здесь вот под скотчем второе попадание и также сквозного проникновения нету на палке довольно таки существенная осень но к скучности сегодня не очень хорошо поэтому всего лишь два попадания без сквозняка заметьте то есть поликарбонат очко прекрасно выдерживает дрожку тот же патрон дистанция будет составлять дефект метр очень близко на палочке видим сквозные пробития дроби смотрим на очки многочисленное попадание в линзу правую например в левую тоже таки сильная кинетическая энергия вышла в результате имеем что частичное разрушение линзы и здесь повреждения в узле крепления линзы к дужке то же самое с левой стороны также повреждения в узле крепления линзы к дужке но опять-таки повторюсь дистанция 10 метров очень высокая кинетическая энергия выстрела ни единого сквозного пробития линзы нет нет очки пластик поликарбонат прекрасно держит выстрел тоже патрон вот то что в результате экспериментов удалось найти дужки у нас подлетали повторюсь это выстрел практически то что называется в упор 35 метров рассмотрим поближе посмотрим чего здесь с обратной стороны прекрасно держит выстрел линзы не обязательно должен быть дробовой снаряд как правило такие очки на различных стрелковых мероприятиях защищают вас от случайных рикошетов вот дроби которая летит там от покрышки например автомобильный от фрагментированной пули ну и всего такого прочего то есть в принципе вот таких вот нагрузок сумасшедших в реальной жизни на такие очки конечно же нету но приятно осознавать то что такие очки имеют запас прочности и даже вот при выстреле в упор сохраняют свою целостность линзы по крайней мере и ни единого как мы видим сквозного пробития поликарбонатных линз здесь нету ну вот такой у нас сегодня получился расстрел хотел бы сказать что если у вас заваляло чего-нибудь такого чего не жалко расстрелять с удовольствием